Из такой вот великолепной лестницы мы поднимаем в парк Лермонтово. Здесь поставили тренажеры прямо на берегу моря. Молодцы, мне по крайней мере нравится. А какой крутой амфитеатр со сценой и задний фон это море. Туристы, наверное, очень сильно разрушали остатки этого города. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из Темрюкского района, поселок Тамань. Меня давно попросили вы после посещения в Азовском море всех трех курортов, которых я рассказывал, показать и поселочек Тамань. Но уж очень его любят мои зрители, которые приезжают на Азовское море на отдых. Ну а здесь-то на самом деле не Азовское море, а Черное море. Вы как-то путаете эти моменты. Но обо всем об этом давайте поподробнее вам расскажу. Сегодня со мной Илья. Здравствуйте. А это значит, что мы еще поговорим и о строящемся здесь жилом комплексе, в котором квартиру можно купить от 100 тысяч за квадратный метр. Вы только вслушаетесь. Вывеска Тамань. И буквально рядышком с ней находится тот самый жилой комплекс Лермонтов, который начал же здесь строительство. Мы видим, что участок здесь уже огорожен. И идет выборка грунта под котлованы. Здесь будет проводиться строительство первой очереди. А также в этом комплексе будет свой собственный детский сад. Друзья, всем привет. Меня зовут Илья. Мы сегодня находимся в Тамане. Прекрасный поселок, по нашему мнению. Мы приехали сюда почти 100 километров за час. Санапы это еще с учетом того, что у нас происходит постоянный ремонт дорог. Доехали очень быстро. Наш жилой комплекс находится на въезде в сам поселок. Строится уже новая поликлиника совсем недалеко. Если мы проедем в ту сторону, у нас есть школы, детские сады. Но, в принципе, Тамане автономный поселок. Здесь есть все. Отсюда не обязательно куда-то выезжать, чтобы что-то сделать. Сам комплекс у нас находится на улице Карла Матса. Представляет 5 пятиэтажных домов. В первую очередь он сдается в 4 квартале 2026 года. На данный момент здесь одни из самых привлекательных цен, которые мы можем предложить. Строят это всеми известная компания Каскад. Она уже давно зарекомендовалась на рынке и малоэтажного и многоэтажного строительства. В Тамане начало строительства примерно месяц назад. И уже здесь продано порядка 30% квартир в первую очередь. И это довольно хороший показатель. Строится жилой комплекс по федеральному закону 214 из Кровщитан. Комплекс у нас располагается на территории 6,4 гектара земли. Довольно большая территория для столько количества квартир. Поэтому здесь хорошие придомовые территории. Довольно много парковочных мест. Из коммуникации они центральны. Здесь у нас газовая котельная, которая вне зависимости от дома у вас саму квартиру газ не попадает. А отопление и горячая вода у вас получается дешевле, чем с электричеством либо с центральным отоплением. Также центральная вода, коммуникации в принципе все как и везде. Начинаются цены у нас от 108 тысяч рублей за квадратный метр. Это довольно низкая цена по всему у нас Краснодарскому краю, побережью. Студия одна, двух и трехкомнатные квартиры. В принципе все наполнение. Студии у нас начинаются от 4 миллионов. Однокомнатные от 5-400. Двухкомнатные от 7 миллионов и трехкомнатные от 9 миллионов. Минимальная цена за квадратный метр на жилой комплекс 108 тысяч рублей на сегодняшний день. Цена растет. Квартир на данный момент продано много. Поэтому если хотите приобрести и зафиксировать цену, то звонить надо сейчас. Квартиру мы можем приобрести на данный момент за наличные средства, рассрочка платежа от застройщика. Все возможные ипотеки, которые сейчас поддерживают. Годные ипотеки, семейные ипотеки, господдержки. Также военная ипотека присутствует. Квартиры у нас даются как всегда в каскаде. Это качественная плечистовая отделка, стяжка, штукатурка, разводка, электрики, сантехники, качественная входная дверь. А теперь, друзья, мы покажем вам сам поселок и самые привлекательные места. В том числе и то, где расположен ближайший пляж. А это Атамань. Таких больших домов, как строят в Атамане, в принципе нет. В советской постройке там двухэтажечки присутствуют. Дорогами можете увидеть асфальтированные и имеется тротуар. В основном здесь частный сектор. Довольно-таки чисто, уютно. Поселок сам по себе очень хороший. Сам поселок газифицированный. Мы двигаемся дальше по улице Карвамаркса, по которой и будет строиться этот дом. Только туда, в сторону Крымского масса на выезде. А мы двигаемся уже непосредственно в центр. Сейчас повернем на комплекс Атамань, который как раз таки и находится в ближайший пляж. Как выглядит школа в поселке. То есть большая, трехэтажная. От самого дома, который строится здесь, около трех минут на машине. То есть спокойно можно прогуливаться и пешком. И сразу же здесь рядышком садик находится. Это здание почты. Мы повернули на улицу Косоногова. С левой стороны это вот все относится именно к территории школы. То есть большой стадион. Есть детям потренироваться, развернуться. То есть большая станица. Здесь, по нашим данным, в ней проживает около 12 тысяч человек. Что тоже довольно таки прилично. И рядышком вот по работе, если вдруг вы переживаете, что сюда приедете, вам нечем будет заниматься. Здесь есть и самый большой склад зерна, и портовая инфраструктура в поселке Волна. Будем надеяться, что она будет именно только в экологическом ключе. Но надеюсь, что местные жители и вместе с вами мы все сможем преодолеть, как говорится, и победить в этом нелегком деле. Проезжая по этим улицам, у меня не вызывает какого-то, знаете, такого ощущения, что мы где-то там на выселках в разбомбленном поселке или еще что-то. Посмотрите, и отбойники, и тротуары. Может, конечно, нам везет по улицам, но я везде тут вижу асфальт. По крайней мере, в технице так не мы ели. А вот он, наверное, чуть-чуть подзаканчивается. Но основные дороги выглядят очень хорошо, показательно, да? Уютный, красивый поселочек. Такие двухэтажные тоже кирпичные дома советской постройки. Очень приятно, когда местные жители, которые здесь проживают, следят за чистотой, и только радуешься этим моментом. Тут сюда сверху можете увидеть масштаб этого поселка. Пожалуй, конечно, квадрокоптер у нас запрещен, особенно в этих местах, так как рядом Крымский мост находится. Ну, поселок очень-очень большой. Этот комплекс Атамани. Здесь представлены все станицы, все ремесла, курение. То есть можно прийти, погулять, посмотреть. А также здесь находится пляж, на котором можно искупаться в море. Более подробный обзор у меня есть на канале. Смотрите, я гулял с эфиром, показывал, на праздник борща сюда приезжали. Было очень круто. Мне, по крайней мере, понравился этот уголок. И у него только, как говорится, в будущем развитие, развитие, развитие. Потому что каждый год что-то новое придумывают, и сюда привлекают еще больше туристов. Для тех, кто немножко не понял, это представители именно нашего казачьего сообщества. То есть там очень круто. Вот Илья сейчас смотрит, такой, вау, эффектом. Вот как будет открытие, кстати, вот сейчас какое-то мероприятие запланировано. Надо приехать и прям поснимать, что там происходит. Просто удивлен. Он один из тех, кто очень плотно смотрит канал и пропустил мое путешествие. Он тогда был именно с эфирами. То есть, может быть, из-за того, что долго он не влиял. Ну вот мы едем по берегу Таманского залива. Вообще об истории этого места можно рассказывать до бесконечности. О том, что это место называлось Мутаракань и том, что здесь были первые поселения казачества. В общем, она максимально насыщена и интересна. Мы подъехали чуть-чуть правее самой Атамани. И отсюда ведется дорожка непосредственно к морю. Перед открывается шикарный вид на Таманский залив. Смотрите, ребята, в небесо. Именно в этом месте пляжная территория выглядит вот так. То есть, если бы у нас машина позволяла, мы бы спустились вообще к самому морюшку. И теперь вот Таманский залив. Кто-то относит к Азовскому морю, но на самом деле относится он к Черному морю. Он гораздо мельче, чем Черное море. И поэтому прогревается гораздо быстрее. Говорят, что уже к концу апреля можно здесь спокойно купаться. Ну, все, как говорится, зависит от погоды, друзья. Вот такая красота и, как говорится, бескрайние просторы. А с той стороны мы уже видим сам Крым. Все рядышком, все близко. Жалко, что если с той стороны стояли, вообще Крымский мост во всей красе увидели. Вот вам и гостевой дом на берегу стоит. Посейдон называется, если вдруг вы сомневаетесь, что здесь люди отдыхают. Мы двигаемся по улице Лебедева. Туда Германасев хочу вам показать. И что-то у меня так вот прям ловит. По ощущениям, что мы в некоторых поселках, которые бывают даже на Черноморском побережье, улицы выглядят гораздо хуже. Здесь такой красивый частный сектор. Все ухожено. Мусор нигде не валяется. В общем, не подумайте, что я прям за вас заманиваю. А именно по факту, вверхте, как говорится, своим глазам тоже, смотрите, гостиницы. Сдаются номера. Ну, так вот, друзья. Вот, вот. И вот, смотрите, это памятник археологии город Германесса Тьму-Таракане. С 6 века до нашей эры, до 13 века нашей эры охраняется государством. Вот эта загородка как раз таки его огораживает. Мы сейчас пройдем к морю, посмотрим более подробно. Но уже здесь видно, как люди собирают на этом поле черепки. И это все именно остатки древнего городища. Там, видите, впереди оно огорожено. Там надпись о том, что спускаться в раскоп запрещено. Нам туда, в принципе, и не надо. Просто хотелось именно разглядеть, что здесь, как говорится, накопали современники. Видите, сколько грунтов сняли. И внизу это вот именно остатки фундаментов домов, которые были так давно. Это говорит о том, что это место было излюблено давным, давно еще до нашей эры, первыми людьми, которые здесь селились. Ой, как красиво это все смотрится. Такие небольшие домики. Это все, как говорится, уже находится под угрозой разрушения. Потому что море постоянно забирает и забирает берега буквально по метру каждый год. Вечно, очень было бы интересно послушать экскурсию по этим местам. Здесь раньше был испуск вороскопа, разрешали ходить. Но я так понимаю, что туристы, наверное, очень сильно разрушали остатки этого города. Поэтому им это запретили. Прошел по тротуару немножко дальше. Здесь видно порт. Тут входят суда по этому морюшку. И вот краски этот дороги. Можно увидеть берег именно в этих местах. Ну, история-то, конечно, хорошо, но хочется какой-то благоустроенной набережной. Так она здесь тоже есть. Отправляемся к ней. Не знаю, как правильно называют. Это отсев там или еще что-то. Видите, тут кости разнообразные. Очень много черепков длинных. Тут, наверное, откидывали то, что уже нельзя восстановить. Найденное на этом роскопе. Так классно, да, когда история у тебя прям под ногами смотришь. Ну и приехали мы к центральной набережной. Там сквер памяти находится, сквер Головатого. Что самое важное, с левой стороны мы видим вывеску Шато-Тамань. Здесь у них находится винзавод. В ту сторону на выезде. На обзоре этот винзавод у меня есть. Посмотрите, Шато-Тамань я вам прям рекомендую. Здесь от них сделано. Я вижу, что и качельки, и, в принципе, такой симпатичный вид на море. Они реализовали с помощью набережной. Есть визита, где можно покушать. То есть рестораны, парковочные места. И самое важное, вот туда мы пройдем дальше, вам покажу. Здесь когда-то останавливался Лермонтов. Там есть домик Лермонтова. Очень интересное тоже атмосферное место. На канале должна быть экскурсия по этому местечку. Так что смотрите. Ну, набережная, как тебе вот? Пока красиво. Пока, думаю, что там что-то испортится. Реализован и пляж с навесами. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Какой крутой амфитеатр со сценой. И задний фон – это море. Мелкой галькой отсыпанный пляж. Длиннючая просто береговая линия. Мы вот впервые спускаемся к морю. На всем нашем путешествии здесь видно вот булыжники стоят. Так как Итаманский залив тоже имеет бурный нрав. Сильные северные ветра, может, и выходите с берегов. Здравствуй, моречка. Наша прекрасная. Смотрите, один из баров. Якорь работает и в данный момент времени. В виде камушков реализованы такие сидушки. А это пластик. То есть на них, в принципе, будет комфортно сидеть. Между ними столик. Вечером, я так понимаю, что работает подсветка. Просто прогулочная зона с лавочками, с мусорками, с освещением. Здесь под рариями есть и барные такие стоечки. Ну, либо прокат чего-то, либо, может быть, соки воды продают. Слушайте, ну, очень классно. Молодцы. Мне, по крайней мере, нравится. Я, насколько помню, раньше здесь такого ничего не было. Просто был вот этот спуск, который тоже отреставрировать. По лесенке. И, собственно, на этом все. Сейчас мы с резиновым покрытием. Зона отдыха для детей с качелями. Хотя, я думаю, и в родство с удовольствием отдохнуть захотят здесь. Вот такая вот надпись. Решетка. Тамань. Спуск тоже такой. Прям с пауэффектом. С левой стороны, как раз таки, находится домик Лермонтова. Хорошее прогулочное место. Видим, что и люди сидят, отдыхают. И с детьми приходят погулять. Здесь качелька, на которую можно сесть, фотографироваться. Здесь семейство отдыхает. Ребенок отдельно. Отдельно взрослые катаются вообще. Даже есть где полазить. Такой вот домик в виде кораблика. Мест для отдыха прям очень много. Но я думаю, что если все приходят, может быть, придется бороться. Но недолго. Потому что в дальнейшем я вижу, что идет и продолжение строительства этой самой набережной. А еще вишенкой на торте здесь поставили тренажеры прямо на берегу моря. То есть можно заниматься спортом и дышать морским воздухом. Очень круто, я считаю. Вот так вот выглядит именно план мероприятий. С высадкой зелени. Второй этап. Именно благоустройство набережной. Станица Таман-Тенбрюска района Краснодарского края. В дальнейшем станет еще красивее, еще больше, еще дальше будет уходить туда эта набережная. Плюс она будет являться береговым креплением, чтобы берега здесь больше не разрушались. Ну а теперь как тебе? На самом деле мы как будто в этой. В какой-то столице, там ничего не видим. В полноценном каком-то курортном месте. На самом деле. Вот так вот перспективы развития здесь просто огромные. Возвращаемся к этой лестнице, чтобы подняться туда наверх. Там тоже очень красивый сквер находится. Сама лестница уже отреставрирована, новая. Смотрится это тоже очень красиво. С освещением еще со звездным небом. Прям такой вау. Здесь такой вот великолепной лестницы мы поднимаем в парк Лермонта. А здесь стоит ему памятник. Парк тоже отреставрировали, поменяли тротуарную плитку. Сделали беседки, красивые места для прогулок, для фотографий. Поставили всякие разные беседки. Ну и сам комплекс, вот домик Лермонтова, находится с левой стороны. Если вы хотите посмотреть, то приходите на канале в поиск и набирайте. Либо ссылочку оставлю в описании, потому что я ходил, снимал его. Посмотрите сами, какие пространства вот в такой небольшой деревне. Я вам хочу сказать, что как житель Витязева, вот все, что сегодня вижу, тротуары, места для посещения, набережная и все остальное вызывают у меня прям чувство зависти. Пришли, даже спокойно играйте в шахты, шахматы. Вот такая вот красота, ребятки. Представьте, именно когда здесь чуть попозже распустятся листики, как тут будет красиво. Еще вам советую посмотреть Покровскую церковь. Также здесь есть турецкий фонтан. Тоже для посещения очень крутой музей древности. И вот по этим местам, то есть тут просто насыщенная программа. Потому что ездил сюда с экскурсией, все это рассказывали. Вот там тоже еще заведение, караоке, тоже в греческом стиле. Формально красиво. Что меня радует, мы вот везде здесь проходим очень-очень чисто. Возвращаемся к месту старта, это прогулочки по набережной. Видите, сквер памяти какой красивый здесь с видом на море. По сетевым магазинам мы уже от центра чуть-чуть отъехали. Но здесь вот две сразу и пятерочка, и магнит. То есть опять-таки одна из улиц с обоих сторон тротуара. Камеечки даже с мусоркой на улицах есть. Чего удастся, чуть давно уже нет. Тут улица внезапно расширилась. Смотрите, справа прогулочная зона, такой сквер с твыми. Тоже скамейки, мусорки. Все восхищаются. Почему в СССР строили так, чтобы для людей, а у нас сейчас лучше бы эту территорию продали, и возможно бы ее все продали бы. Хотелось бы, чтобы именно зеленые зоны оставались. Потому что на берегах моря помимо морского воздуха надо дышать еще и чистым, свежим воздухом, обработанным листиками, а желательно вообще соснами, чтобы их пектин у нас оздоравливали. Ну вот выезд из Тамани, это третий. Тут получается три въезда, три выезда. Один вот с этой стороны, Синова. И на въезде здесь имеется и церковь. А также я вот очень хотел показать вам вот эти вот баки и завод сам Шато Тамани. Это вот как раз-таки о том, что работа здесь есть. Место тоже очень классное. Обзорчик у меня хороший. Есть эксклюзивное было путешествие по заводу Шато Тамань. Надеюсь, что вы его посмотрите по ссылке в описании, и вам понравится. Ну и здесь находится именно магазин, тоже фирменный, от Шато Тамань. Гастробар в Шато Тамань. Центр энергологии. Ну советую сюда приезжать и самим погулять, взять экскурсию, потому что рассказывают очень интересно. Либо в составе больших экскурсий. Приезжайте и узнавайте, как в промышленных масштабах готовят вино. К Вере Лермонтова мы сейчас возвращаемся обратно в центр. Хочется вам показать, как выглядит центр. Для вас это тоже должно быть важно. Потому что это не, еще раз повторяюсь, какая-то там маломальская деревенька. Ее нельзя сравнить Тамань, например, с Голубицкой. Там чисто курортное место. Здесь вы видите производство, плюс много благоустройства. Детская площадка, футбольное поле. Мы уезжаем в центр поселка. Ручастковая полиция. И вот вам в центре стоит памятник. Посмотрите, какая огромнейшая здесь площадь. Развязка большая. При том, что дороги здесь ходят совершенно в других направлениях. И мы пытаемся сейчас еще найти местечко, где бы нам здесь что-нибудь попробовать перекусить. Вот вам в центре еще одна пятерочка. Очень много разных магазинчиков. Мы увидели чебуречная номер один. Посмотрим, если она вдруг работает. Отведаем местных чебуреков. Цены на чебуречки закипали. Мы заказали чебурек на сосед помидор. И сразу же при нас начали приготовление этих блюд. Вспомним молодость, да? А я лето. Посмотрите, какие большущие улицы. Центр поселка. Тот, о котором мы рассказываем. Кстати, квартиры, дом находятся в ту сторону. Вот так вот выглядит помидорчик. Мясо, сыр. Красота. Прямо стояли, тут еще очередь организовалась. Вот так вот выглядит чебурек, ребятки. Прямо свежий, пожаренный. С пылу, с жару. До 120 рублей. И чебуреки знатные. Они просто нереального веса. Это было очень вкусно. Тебе как? Сколько я за чебуреков могу купить здесь квартиру? Я тоже так думаю. Как минимум, чебуреки вкусные. И очень питательные будут. За 120 рублей можно просто объесться. Чай за 35 вообще великолепно. Буквально несколько минут, и мы уже по трассе. Рымский мост Анапа. Обучим обратно к себе домой, к городу. У нас получился такой немножко сумбурный видеосюжет. Потому что мы, в принципе, не собирались туда сегодня поехать. Ну, так сложилось, что решились. А что, Тамань? Там, поехали. Погода хорошая. Прокатимся. Как говорится, что-нибудь интересное посмотрим. Да и вам расскажем и покажем. Так что, ребята, жду вас в комментариях. Надеюсь, что вам интересный показался этот обзор. И давайте послушаем Илью, что он может еще вам добавить. Для того, чтобы вас замотивировать на покупку квартиры в Тамане. Кому все-таки подойдет эта недвижимость? Наверное, все-таки всем. Потому что, как для инвестирования, застройщик закладывает определенный рост цен. Он в любом случае будет. Да он сейчас везде у нас по побережью. Станица, как мы уже увидели, она в прекрасном состоянии. И также она развивается. Там продолжается строительство новой набережной. Поэтому, как для инвестирования, в любом случае он подойдет. Если вы планируете сами переехать в этот населенный пункт, то однозначно тоже подойдет. У вас будут рабочие места всегда. Там ездить и погулять. И, в принципе, абсолютно автономный на станице. Ну и также для сдачи. Потому что сдача недвижимости в этом населенном пункте в межсезонье приравнивается к Анапе. То есть вы всегда можете сдать квартиру. И там, мне кажется, даже очереди на них есть. Потому что всегда приезжают прикомандированные. Всегда приезжают новые специалисты. Очень много мест, на самом деле, в Тамане, где руками и с ногами заберут, если вы специалисты. То есть, в принципе, для всех. Рассматривайте для приобретения этот жилой комплекс. Звоните нам по номеру телефона 8 929 825 32 92. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Спасибо за компанию, мои дорогие. И увидимся в следующем видеосюжете. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok